Денис Крылов своим увлечением сделал токвандо. 13-летний солигарчанин, уже обладатель красно-черного пояса и третьего места на чемпионате республики. Отрабатывать махи ногами и вертушки юный спортсмен начал с 6 лет. Сейчас, благодаря знаниям, полученным в специализированной детско-юношеской школе Олимпийского резерва номер один, Денис в своих навыках уверен и стремится к завоеванию все новых вершин. Я хочу быть на чемпионате мира, который сейчас проходил в Корее. Это как бы высшая цель. Гости конференции педагогических работников Солигорского района не томились ожиданием начала мероприятия. Как у входа, так и внутри Центра детского творчества детей и молодежи свою деятельность развернула масса творческих площадок. Пройтись и ознакомиться с их деятельностью до начала открытия конференции мог каждый желающий. Творческие выставки, фото-выставки, доклады, спортивное выступление, презентации. Учреждения образования Солигорского района делились секретами своих побед и достижений в различных сферах деятельности. На методической выставке гордостью за достижения своих учеников поделилась и педагог 2-й гимназии Наталья Медько. Я пришла с юными инспекторами движения, юными спасателями пожарными. Мы занимаемся пропагандой безопасности жизнедеятельности и хотим рассказать о своей работе гостям как педагогической конференции. Познакомиться с системой образования Солигорского района и взять на вооружение новые перспективные идеи приехала и представитель учреждения образования Минского райисполкома. На самом деле я услышала много новых вещей, которые в силу своей специфики просто не касались моей сферы деятельности. А сейчас я посмотрела некоторые проекты, которые будут реализованы в Солигорских учреждениях образования. Думаю, что им распространение нужно будет более глубокое, широкое, хотя бы на регион ближайший, то есть Слуцк, Любань, Старые дороги, а может быть и дальше на Минскую область и не только на Минскую область. Торжественная речь председателя районного исполнительного комитета Олега Паскрубка открыла педагогическую конференцию. А творческие коллективы районных учреждений образования задали присутствующим хороший настрой. Педагоги обсудили результаты совместной деятельности за прошедший учебный год и установили планку на предстоящий. В завершении конференции за добросовестный и плодотворный труд отличившихся педагогов отметили грамотами и благодарственными письмами представителей общественных объединений.